Уложили последние метры асфальтобетона. Автодор сообщает, как дела на строительстве моста через Аку на участке трассы М-12. Путепровод связывает Владимирскую и Нижегородскую области. Теперь до запуска движения строители будут завершать работы по регулированию натяжения вант и проводить испытания на прочность максимальными нагрузками. Длина моста 1,4 километра, а суммарный вес металлоконструкции обоих направлений более 6,5 тысяч тонн. Проехать по мосту можно будет в сентябре, когда откроется движение по М-12 от Москвы до Арзамаса. Региональный Роспотребнадзор рассказал о проверке готовности образовательных учреждений к новому учебному году. Число школьников области, которые сядут за парты, 151 644 человека. Из них 63 668 ученики начальных классов. Избавиться от обучения во вторую смену пока так и не удалось. В таком графике будут работать 66 школ области. При этом по санитарным правилам первые, пятые, девятые, десятые, одиннадцатые классы должны обучаться только в первую смену. Эти условия в регионе соблюдены. Сейчас проводится подготовка персонала школ, медицинское освидетельствование и гигиеническое обучение. Аттестацию прошли 98% сотрудников общеобразовательных организаций. Роспотребнадзор напоминает, что коронавирус никуда не исчез, да и другие инфекции в начале учебного года нередко вызывают повышенную заболеваемость школьников. Это значит, что в образовательных учреждениях сохраняются особые требования к частоте и качеству уборки помещений, использованию обеззараживателей воздуха и санитайзеров, регулярному измерению температуры. Во Владимирском онкодиспансере рассказали о применении новейших методов радиохирургии. Как сообщает Минздрав области, уже третий год в медучреждении доступен инновационный метод с применением некопланарных гиперарок. С его помощью удается достичь высокой точности облучения сразу нескольких метастазов в головном мозге. Один из сложнейших методов лучевой терапии применяется в мире только с 2018 года и хорошо себя зарекомендовал. Как заверяет региональный Минздрав, пациенты Владимирской области, кому показан такой метод оплучения, получают его в онкодиспансере по полюсу ОМС без квот, переездов и длительного ожидания. Они спасают людей из огня, но иногда сами нуждаются в помощи. МЧС области провело конкурс среди огнеборцев по аварийной разведке и спасению пожарных. В нем приняли участие шесть команд. Каждой нужно было зайти в полностью задымленное, незнакомое помещение с нулевой видимостью, найти двух коллег и вывести их на свежий воздух. Условия конкурса были максимально приближены к реальным ситуациям. Лучше всех с задачей справились представители 78-й пожарно-спасательной части из Собинки. Второе и третье места заняли третье и вторая пожарно-спасательные части Владимира. Редактор субтитров А.Семкин